Во главе руководители администрации и городского совета депутатов. В колонне представители предприятий, образовательных учреждений, ветераны труда. Общий трудовой стаж Алексея Рудько – 45 лет. 28 из них он проработал агрономом в совхозе Анапского сельскохозяйственного техникума. Его заслуги отмечены советским правительством. Для него 1 май ассоциируется с весенними полевыми работами. Всегда мы в это время работали, сеяли, кукурузу досевали всегда. Сегодня в колонне сельскохозяйственного техникума и других учебных заведений города-курорта идут участники международного движения молодых профессионалов. Это каменщики, штукатуры, повара. В Анапе можно освоить десятки рабочих профессий. Сегодня квалифицированный рабочий – это специалист, который работает с точными приборами и инструментами. Помимо этого, молодежь активно принимает участие в жизни города-курорта, в субботниках, экологических и памятных акциях. Нужно выйти, показать себя, нужно напомнить молодежи, что нужно быть социально активным, и показывать свою работу, потому что сегодня у нас вышел трудовой коллектив именно. Практически все, кто идет в колонне, обеспечивают комфортную жизнь анапчанам и приятный отдых гостям курорта. Работники зеленстроя, предприятия «Чисто Анапа», санатория в детских лагерей. Елена 18 лет работает официантом в санатории «Русь». Мы в полной боевой готовности ждем наших гостей с нетерпением. Стараемся им угодить, стараемся принять хорошо, чтобы они еще к нам возвращались, чтобы довольны были нашей работой. И они к нам возвращаются. В любой профессии есть свои какие-то хитрости. Улыбаться и хорошо встречать людей, и тогда они будут отвечать вам тем же. Впервые в демонстрации участвовали журналисты средств массовой информации, в том числе и сотрудники телерадиокомпании «Анапа-регион». А это, пожалуй, самая яркая часть шествия. На театральной площади актеры, музыкальные коллективы, а также циркачи. Развлекать людей – это труд. То, что делается с улыбкой, часто требует серьезной подготовки и физических усилий. В цирковой студии «Веселые ребята» занимаются школьники. Алина Клянина и Ксения Пушкарева показывают фрагмент номера на моноциклах. Я считаю, что это здорово, весело, и надо какое-то иметь хобби, чтобы немножко отвлекаться от учебы. Для меня это не только хобби, это уже стиль жизни, просто я без цирка не смогу уже. Поначалу это давалось очень сложно, мне было тяжело все делать. А потом оно по нарастающей шло, и мне становилось все легче и легче. Торжественную часть сменили гуляния под звуки громони, детские и народные песни. Концерты прошли на основных городских площадках. Первомай передал эстафету «Дню Победы», подготовка к которому уже ведется.